Всем привет! Сегодня у меня в гостях в моей ванной Виктория, тоже турагент онлайн. Вы можете найти ссылку на инстаграм в описании канала. И Виктория гостит у меня в гостях в Люксембурге. Всем привет! На сайте Виктория Вики Трэвелс турагент онлайн. Я живу в Калининграде. Архивчивожу себя тремя словами. Любитель путешествовать, любитель заводить новые знакомства. Ты сказала, что живешь в Калининграде. Ты там родилась? Нет, в Калининград я переехала в октябре 2017 года, а до этого жила в Иркутске на берегах озера Байкал. Почему ты с тобой решила стать турагентом? Ну, как я уже сказала, я очень люблю путешествовать. И первое образование у меня переводчик английского и французского языка, второй маркетолог. И все это слилось в мою единую концепцию, в мой проект турагент онлайн в Инстаграме. Это очень здорово. Благодаря чему мы познакомились. Да. Какая по счету у тебя страна Люксембург? Люксембург, получается, девятнадцатая страна, которую я посетила. Но из девятнадцати стран в некоторых я была по несколько раз. Например, в Черногории, в Сербии я была пять раз. В Китае два раза. В Таиланде пару раз. То есть каждый год это несколько стран. В некоторых, да, я повторяюсь. Очень здорово. Вот мы уже три дня гуляем по Люксембургу. Как бы ты его охарактеризовала в нескольких словах? Это солидный месью. Со своим шармом. Смесь бельгийца и француза. С красивым шарфом. Очень вкусный, ароматный. Со своим характером. Интересно. У меня города, обычно она. Нет, Люксембург он. Хорошо. Как тебе погода в Люксембурге? Погода... С погодой нам повезло. В марте мы увидели Ноэль. Крисмас в Люксембурге. Потому что пошел снег. Но от этого не менее красиво было. Очень завораживающие хлопья. Получились очень красивые фотографии. А что ты считаешь по поводу шоппинга в Люксембурге? Шоппинг супер. Потому что есть очень много французских и бельгийских марок. Достаточно приемлемые цены. Есть и люксовые бренды. Мне понравилось. Очень хорошо. Виктория, вот сейчас ты уже бывала в Люксембурге. И сколько дней для своих туристов ты бы рекомендовала на Люксембург? Ну, на Люксембург с окрестностями. Например, вот с замком, который мы сегодня посетили. Вианден. Я бы все-таки рекомендовала дней 5. Три маловато. Потому что два, наверное, я бы оставила как минимум на город. Чтобы это был и дневной город, и ночной вид красивый. Пару дней, может быть, на посещение замков. Потому что их тут достаточно. Ну и два дня где-нибудь остановиться в милой деревушке. Поужинать, погулять. Хорошо. Спасибо тебе за твое интервью. И мы прощаемся. До скорых встреч в моей рубрике Ванна с Евгеньей Лисенской. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok